Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами студентка Гуманитарного колледжа имени святителя Алексея Московского Виктория Акафонова. В эфире программа «Духовные ценности». И мы беседуем с членом Общественной палаты Самарской области, доктором философских наук, директором православной классической гимназии, претаереем Дмитрием Лескиным. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Виктория! Отец Дмитрий, 4 ноября мы отместили память Казанской иконы Божьей Матери, а также День народного единства. Чем нам дорог этот праздник? Действительно, ноябрь начинается в нашем церковном, а теперь и государственном сознании отмечанием праздника Дня Казанской иконы Божьей Матери. И в этот день отмечаем последние годы и День народного единства. Прекрасное, глубокое название, которое, я думаю, симпатично и радостно и для православных христиан, и для представителей других конфессий и религий, да и вообще для всех граждан России. И хотя некоторые говорят, что этот праздник является заменителем того советского праздника, Дня Октябрьской революции, но это условно. На самом деле у этого праздника глубокое духовное содержание. Это День Божьей Матери. Но этот День Божьей Матери связан с конкретным историческим событием, судьбоносным для нашей страны. Все знают о смутном времени, о том, что в начале 17 века Россия представляла собой развалины. Она не существовала как единое государство. Элиты оказались предателями в большинстве случаев своего собственного народа, своей родины. И самое печальное, что иноземные государства, воспользовавшись этой слабостью, активным образом занимались экспансией и оккупацией нашей территории. Так польские войска оказались в Кремле. Более того, даже королевич, то есть наследник польского престола Владислав, был поименован как король, не царь, а король Москвы. Король, глава нового государства, которое должно было сформироваться на обломках России. То есть это было страшное время. И если бы не было народного духа единения, если бы на берегах Волги, в Нижнем Новгороде не сформировалось ополчение, если бы князь Дмитрий Пожарский и гражданин, как его называют, Косьмай Минин, вдохновленные, не боимся этого слова, духом святым, действительно, они были вводимы Божьей силой и промыслом, если бы они не начали процесс оздоровления, восстановления России, то мы не знаем, в какой бы стране мы сейчас жили. Поэтому эти дни исключительно для нас важны, для нашей исторической памяти, потому что история имеет привычку иногда повторяться. Если ты забыл, это не значит, что этого не случится с тобой вновь. И вот Казанская икона Божьей Матери, главная святыня и рода Пожарских, а потом через это и всего народного ополчения, стала тем святым образом, вокруг которого ополченцы молились. Молясь Божьей Матери, они вступили в Москву. Сначала отстояли Китай-город, потом Кремль. И с той поры Казанская, которую и так почитали на Руси, еще более воссияла, как всенародная, всероссийская святыня. И для каждого христианина, особенно русского христианина, я думаю, образ Казанской Божьей Матери очень дорог. Множество храмов и монастырей, в том числе у нас старейший храм в Тольятти, Ставрополь на Волге, носит имя Казанской Божьей Матери. Вот этот замечательный день мы отметили совсем недавно, и хочется всем нам пожелать любить и чтить Пресвятую Богородицу и глубже знать свою собственную русскую историю. Благодарю тебя, Дмитрий, за ответ. По благословению Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора с 9 по 13 ноября в Тольятти состоятся вторые рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии. Расскажите подробнее об этом форуме. Да, рождественские международные образовательные чтения – это достояние всей полноты Русской Православной Церкви и, конечно же, общественности, гуманитарной, точной науки, педагогической общественности. Потому что на протяжении уже 30 лет фактически они собирают самых интересных, самых замечательных людей, которые трудятся на Ниве просвещения, образования. Это крупнейший форум Русской Православной Церкви, который всегда собирает тысячи и тысячи участников. И вот в этом году, дай бог, они состоятся. Вероятно, не совсем в привычном формате в Москве, но уже несколько лет по благословению Патриарха Кирилла им предшествует региональный этап. То есть когда все епархии, Православной Церкви, России и не только России, в состав Православной Церкви, Русской Православной Церкви, вы знаете, входят также и приходы епархии Украины, Белоруссии, Казахстана. То есть в огромном количестве государств проходят эти чтения. И вот с появлением у нас Тольятинской епархии с прошлого года мы проводим свои региональные чтения. В этом году они вторые епархиальные чтения. Площадкой их будет основной Поволжский Православный Институт в этом году, а также и приходы, и некоторые образовательные и культурные учреждения нашего города. В прошлом году несколько сотен участников они собрали. Я думаю, что в этом году рост, по крайней мере, по заявкам, по докладам желающих выступить, и число увеличивается значительно. Мне кажется, что несмотря даже на те объективные сложности с проведением подобных мероприятий, мы, используя и современные технологии, используя и какие-то противоэпидемические меры, сможем провести это мероприятие на высоком уровне. Мы рады, что многие профессора, преподаватели из Тольятти, из Самары, из других районов нашей Самарской губернии с радостью откликнулись на наши предложения и собираются там. И я очень рад, что очень много будет докладов, которые будет читать молодежь. Это и студенты гуманитарного колледжа, в котором вы учитесь, и студенты Поволжского православного института, старшеклассники православной гимназии и многих учебных заведений нашего города. Поэтому там будет реальная возможность обменяться своими впечатлениями. Старшим с удовольствием послушать молодых. Молодым поучиться у старших. Это будет настоящий форум, где главное — общение и взаимообогащение нужными и ценными знаниями. Спасибо, батюшка. 19 ноября в нашем Поволжском православном институте значительное событие, которого давно все ждали — открытие Большого концертного филармонического зала. Расскажите нашим телезрителям, какие мероприятия будут проходить в данном зале и кто будет выступать на его сцене. Да. В этом году мы отметили 25 лет православной классической гимназии. И вот таким самым главным символическим подарком всем нам является открытие полноценного концертного зала, который находится в Поволжском православном институте. Это концертный зал для всех трех образовательных учреждений. Более того, я уверен, что этот зал станет, у него есть такая возможность, одной из главных филармонических площадок всего нашего города и, дай бог, региона. Мы имеем очень много планов, чтобы проводить там и концерты, чтобы звучала симфоническая музыка, духовная музыка, народная музыка. Зал оборудован так, что в нем можно поставить и любую театральную постановку. И молодежный театр Поволжского православного института, гимназий, я думаю, будет как базовую площадку его использовать. Мне кажется, что уже в конце этого года, в начале следующего года, мы сможем провести те мероприятия, которые запомнятся нашим посетителям. Конечно, очень надеемся достойно отметить светлый праздник Рождества Христова. Ну а открытие, как вы сказали, состоится во второй половине ноября. И думаю, что зал сможет проявить себя. Собственно, это такое мероприятие, когда должны прозвучать самые разные номера, фрагменты из спектаклей, симфонические произведения, театральные постановки, которые помогут показать зал во всей его красоте. Совсем недолго осталось. Я думаю, это событие, которое по-настоящему сможет стать значительным для всех нас. Уверена, что многие ждут открытия филармонического зала. И в заключении нашей встречи хотелось бы вспомнить об очень ярком событии в нашем институте 16 октября. В нашем Павловском православном институте прошел яркий фестиваль «Наши традиции» и также конкурс духовных стихов «Китежград». Каких гостей он собрал и чем порадовал? Да, мы очень рады, что несколько лет тому назад мы смогли учредить фестиваль «Благодатное лето Жигули». Последние годы он поддерживается фондом президентских грантов. Это очень высокая оценка, которая позволила нам собирать самых творческих, самых интересных, самых талантливых людей, которые работают в сфере этнопедагогики, изучения фольклора русского, народных традиций и, конечно же, духовной музыки. Поэтому каждый год этот фестиваль собирает замечательных и талантливых людей. А в этом году как никогда. Возможно, потому что 25 лет, опять же, православной гимназии, и про фестиваль знает все больше и больше количество людей, у нас собрался, ну, можно так сказать, собрался весь цвет фольклорной нашей культуры. И особенно радостно было встретить двух, не побоюсь этого слова, метров, людей, которые значат очень многое в современном изучении русского фольклора. Это Сергей Старостин, у него очень много званий, можно в интернете посмотреть. Это один из самых главных фольклористов современной России. И Андрей Котов, замечательный культурный деятель, руководитель ансамбля «Сирин», изучающий не только народные, но и духовные традиции Древней Руси. И поэтому, когда два этих замечательных человека встретились, здесь у нас на площадке, это был определенный праздник русской духовной и народной культуры. Были проведены многие мастер-классы, встречи. Проведен был, как вы упомянули, конкурс настоящий. Этот конкурс был посвящен пению, исполнению духовных стихов. Мы рады, что он не ограничился только Самарской областью. К нам приезжали творческие коллективы из других регионов, в частности, из Ульяновска. И я должен сказать, что уровень исполнения был очень высокий. Проведена была и такая праздничная фестивальная программа нашей традиции. В том числе представлена была коллекция русских народных костюмов, которая до настоящего времени находится в Поволжском православном институте. И с ней можно познакомиться, в том числе и интерактивно. И вот все это позволило превратить институт на эти три дня. Три дня продолжался этот фестиваль в настоящий центр русской народной традиции. Я очень рад, что молодежь тоже участвовала в этих мероприятиях. Потому что для кого это делается? Это не просто научное. Это не просто такое местечковое мероприятие. Это то, что позволяет нам прикоснуться к своим собственным истокам, к своей собственной культуре. Только тогда жизнь человека по-настоящему может быть гармоничной, красивой, насыщенной смыслом, если он знает, откуда он родом. И я очень рад был видеть свет и интерес в глазах наших молодых людей, наших студентов, наших гостей, потому что видно, что им это по-настоящему интересно. Слава Богу! И это не только мое мнение. Интерес и уважение к нашей русской традиции, к нашим корням, к нашим истокам пробуждается в сердцах многих молодых людей. А в этом наше будущее. Спасибо, отец Дмитрий, за эту беседу. С вами была программа «Духовные ценности». Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова